Аватара перенесли, ты слышал? Вот, уж чё-чё я не собирался смотреть, так это ещё, блядь, пять фильмов Кэмерона сраной вселенной Покахонтас, блядь, поэтому мне похуй на Аватары. Вообще не будешь смотреть? Ну, не, ну, знаешь, учитывая, что сейчас все фильмы перенесли, нихуя не будет, блядь. Я пилу начал пересматривать все эти, блядь, ёпта, эпизоды. Я настолько безнадёжен. Ну, наверное, посмотрю, но рад не буду. Ха-ха-ха! Слушай, а сколько? В кино скажу, деньги заплачу, куплю себе попкорн, пиво, но рад не буду, сразу скажу. Я буду без радости хавать этот попкорн и пить это пиво. Ну, это если будут... Поглядывая новый Аватар Кэмерона. Если будут кинотеатры к тому моменту. Да вроде всё, с 27-го числа у нас в Питере как-то это, типа, торговые центры даже открывают, походу. Ну, ты понимаешь, тут такой момент, контента-то не будет. Ну, да, правильно. Кроме Аватара перенесли Нолана нового, Мулан... А ещё бы столько времени и бабок вбухать, чтобы сейчас его в онлайн прокат выпускать. Его же изначально вообще хотели онлайн, по-моему, подумали, типа, ёбу дать. Сразу же чуваки скачают, блядь, и на трекерах посмотрят. Так что решили перенести нахуй знает сколько. Это ж Нолан, блядь, столько бабок въебать, ты чё? А да, у него там ещё 20% от проката ему капает. Ну, знаешь, это всё нас мало должно интересовать, блядь. Какие у тебя прогнозы-то на киноиндустрию? То есть, судя к тому, что всё это перенесли на следующий год, то в этом году нихуя не будет вообще. Ты снимать, наверное, не снимаешь. Мне кажется, всей киноиндустрии не помешает небольшая пауза, потому что, ну, заебали конкретно. Когда больше, блядь, трёх фильмов в год похоже на один и тот же фильм, мне кажется, надо, типа, это, ну, повременить немного, блядь. Смотрел Старая Гвардия с Шарлистой Рот? Неа, это чё-то новое, типа, что у вас? На Нетфликсе вышло. Ой, блядь. Я у пиратов смотрел. Я когда на Нетфликсе посмотрел эту яркость, блядь, я такой... О-о-о, так. Типа, я всё понял про фильмы на Нетфликсе. Я посмотрел там ещё неогранённые драгоценности и... Ну, в принципе, этим можно убить время, но фильмы на Нетфликсе это всё-таки не настоящие фильмы, будем честны. Вот меня тоже смущает, потому что у меня похожие впечатления от яркости. Потом был новый фильм Майкла Б. про Индию, да, где там какого-то подростка спасали. Ой, блядь, я... Это где Крис Эванс играл? Или нет? Ну, это Тор, Тор. Нет, не Крис Эванс. А, не Крис Крис. Хемсворт. Крис Хемсворт Тор, точно, блядь. Крис Эванс Капитан Америка. Ну, короче, по... Нахуй они мне нужны, блядь, ёпта, это всё. Я скучаю по убойным комедиям. За весь год вот был только Джеймл Чаревый Боб и это параж какая-то была, типа, вот. Чё-нибудь прикольное такое, чисто, блядь, ёпта. Не замешанное на том, что толстые девушки красивые или то, что, блядь, ну, просто старое, олдскульное. Вот я был так рад, когда вышел последний американский пирог, который был с оригинальным составом. Я как будто в детство вернулся. Те же приколы там, типа, насрал им там в это или что, нассал им там в пиво или... Вот я хочу такой хуйни, ничего не выходит. Если комедия, то обязательно какая-нибудь херня, ну, условно, где, типа, какой-нибудь мальчик-инду сладит с каким-нибудь там папой-трансвеститом или папой-лесбиянкой, я не знаю, типа, нету больше вот весёлых приколов, типа, как, чтобы до слёз, чтобы вышел стифлер, и все говорят о чём-то, он такой, а на меня нассали. Вот такого больше нету, блядь. Нету тонкого юмора больше, да. Это не тонкий юмор, но мне только такой нравится. Я всё ещё говорю, что я надеюсь, что Минкульт когда-нибудь выделит мне деньги на самую же, на сортирную комедию, блядь, которая только есть, и в итоге все обосрутся от злости, просто какие-нибудь, скажем, кинокритики. Это будет, блядь, вот прям, у нас как-то делали ответ американскому пирогу, фильм назывался, по-моему, «Никто не знает про секс», про Якута. Вот там было пошло и тупо, да-да-да. Вот у меня будет в сто раз пошлее и в двести раз тупее. Вы будете смеяться, когда будете смотреть этот фильм, но вам будет стыдно об этом рассказать. Это будет как горько только для тех, кто дрочит на американский пирог, я вот надеюсь. Это будет прям вот такая, блядь, ёпта. Я всё продолжаю волноваться, короче, за кино, потому что я уже перешёл на какие-то втора-третисортные сериалы. С ужасом думаю, что будет дальше. Да насрать, чувак, и как говорил Ванамас, разумеется, кино не смотрят, блядь, переживём мы это, блядь, всё. Что, будем смотреть? Свои собственные стримы пересматривать? Да не знаю, типа, чё-нибудь-то будет, блядь, ёпта. Глупо переживать, что что-то случится с кино. Если кино кому-то будет надо, то ничего не стоит. Тем более, скоро мой фильм. Когда уже, когда? Да нам, короче, блядь, мой план хитрый был снять во время Короныча. Так, у многих были такие планы, да. Да, там бы вообще никого не было, никто не мешал, никаких убытков, но, к сожалению, оказалось, что так нехорошо и неправильно, и так и можно и сесть. При желании, ну, там не на срок, а там на 15 суток, но всё-таки мне как-то не захотелось, поэтому я жду официального открытия вот мест, которые мне нужны. Можно было бы, как я хотел, но что-то мне подсказывает, что, да и будь, тем более помощник, депутат. Какого там, 27-го там? Ну, 1 августа, по-моему, уже летать можно. Ну, тут половина людей ещё разъехалась, они только в августе и вернутся, поэтому... Да, все теперь полюбили Россию. Тебе донатер пытается сказать, что ты на 5 лет помолодев и похудев в ролике продаву. Может, так до пенсии протянете. А это волосы просто длинные, мне для фильма они нужны, и плюс я ещё собираюсь снять помимо этого фильма проект, который показывает, что Александр Сергеевич Пушкин всю жизнь был мудаком конченным. Я сейчас консультируюсь с историками, чтобы было достоверно. То есть я буду, конечно, преувеличивать для юмора, но мне важно, чтобы все прям конкретно факты мудачества Пушкина... Чуть не оговорился, блядь, на статью, а? Ёбаный-то в рот, а? Смотрите, как это... Аккуратней, да. Как, блядь? Ох, ребята, ну, надо, наверное, эту вторую-то мощь не открывать. А, нет, всё-таки открыл. Но прям как, смотри, в мулеметре прошёл. Про мудачество Пушкина, конечно, с ранних этапов, где он вот там с няней, его лицейские годы, блядь, ёпта, потом первая ссылка, вторая ссылка, и, конечно же, блядь, история про боссованный пятак, конечно, блядь, я думаю, блядь, это... Это будет классика, блядь, типа, как Пушкин, блядь, накалил кичергой пятак, и его обос... Да-да-да, только она закончится как-нибудь нестандартно, я думаю, в моей версии. Поэтому мне нужно немного обрасти. Кроме того, пытаюсь отпустить бакенбарды, но они у меня не растут, поэтому придётся, видимо, накладные какие-то делать. Ну, Настя тебе приделает, наверное. Ну, Настя-то приделает, но я хотел, чтобы, знаешь, типа, естественный Пушкин... Аутентично, да? Да, типа, знаешь... Пару Евгений Ванегиных ебаных... Все привыкли видеть Пушкина на пиздатых портретах, он такой весь, как... А вот, блядь, как вам Пушкин-мудак, блядь, в моём исполнении, типа... Я считаю, что это будет гениально, это шедевр. Я надеюсь, что с этого парафляют люди, которые знают реальную историю Пушкина, и пердак взорвётся у всех, кто... Пушкинисты. Да-да-да, кто просто дрочит на него. Но то, что Пушкин был мудаком, это прям стопроцентно исторический факт. Если кого... Возможно, даже рабовладельцам, да. Ну, это вряд ли, блядь, но... Ты как это в смысле? Не, ну... Михайловское-то что было, блядь? Рабы... Рабы, это как бы, ты понимаешь, они же, ну, не белые, как бы, да? Ты сейчас смешиваешь... Только Black Lives Matter, брат. Ты всё-таки отрицаешь, да, наш вклад? Нет-нет-нет. И что ты... Движение Black Lives Matter... Да мы до сих пор все крепостные. Ты, кстати, в курсе, что русских выписали из белых, да? Кого? Ну, движение Black Lives Matter официально заявило, что русские не белые. Нормально. Ну, значит, то есть мы не угнетатели. Нет, так я же тебе... Я же тебе про что и рассказываю, что до Африки это была вот территория славян, современной практически России. Ну, украинцы могут, наверное, вписаться. Всё, это расскажешь задорного на спиритическом сеансе. Лучше следующий донат.